всем привет меня зовут Софья и я с большой радостью вас приветствую на своем канале Аукара добро пожаловать здесь мы будем с вами говорить о вышивке и любом другом рукоделии дорогие друзья привет меня зовут Софья я вас приветствую на канале Аукара и сегодня я вам покажу организацию своего вышивального процесса и я объясню почему я делаю именно так у вас сейчас в кадре находится рама омоник на станке монстрик значит я раму накрываю платком который мне подарил муж во время прогулки по по-моему Амстердаму или по брюге не помню точно и также у меня на работе всегда лежит чистая тряпочка обычная это что-то из хлопка для петчворка я беру под обстоятельства ну сейчас мне снежиночки нравятся края обработаны клеем для ткани прим как видите его не видно края обшивать не нужно обрабатывать вот эту ткань я использую как столик я кладу на нее планшет с сагой вот сюда кладу телефон если я вышиваю в этой части то я все сдвигаю вот сюда если я вышиваю в этой части то я сдвигаю все сюда сейчас для композиции а тут лампа отсвечивает ну значит поставим слева так он у меня отсвечивает прекрасно большой плюс моего моей организации в том что я храню все что мне нужно для работы под рукой и то чтобы запустить мою рабочую станцию мне нужно меньше минуты то есть я ставлю станок перед собой убираю тряпочку на то есть и все я готова к работе как видите у меня вот здесь даже лежат на необходимые бобинки потому что я всегда определяю кусок вышивки которые буду брать в работу и беру бобинки сразу кладу их сюда по мере того как я вышиваю я их убираю в ящичек рядом сейчас я вам его тоже отдельно покажу эта организация позволяет мне не копаться в процессе вышивки да вот у меня нет этой суеты что нужно та нитка ся нитка я по саге посмотрела что мне нужно сюда положила сижу вышиваю цвет закончился вот выбранном кусочки я его убираю иногда бывает многоцветные участки так у меня эти бобинки тут и лежат иногда они лежат на этой тряпочке надо просто на конве на конву положить бобинки я не боюсь также что мне может вот здесь лежать здесь у меня может лежать распарыватель если я им пользуюсь если я им не пользуюсь я его могу и сюда повесить также у меня могут тут лежать ножницы дополнительные какие-то ну например пусть такие в основном я пользуюсь резаками у меня прикреплено один слева другой справа вот и я их беру по необходимости очень безопасная вещь ни в коем случае вы не прорежете канву если он упадет на канву он канву не повредит очень люблю конкретно у меня фирма бахин но они какие-то бешено дорогие если у вас хочется такое купите они на али есть подделки на clover любой можно купить этот счет какой-то запредельный ценник так что дальше иголки тюллип здесь у меня хранятся здесь хранятся те которые в работе стежка укладчик часто пользуют используют для того чтобы расправить шовчики пинцет очень нужная вещь постоянно пользуюсь бисер хранится здесь вместе с ниточкой для пришивания бисера все что мне нужно включая нитка вдевать такая организация вроде бы вообще ничего я не забыла что еще бывает вроде бы ничего то больше и не нужен для вышивки правда чай у меня стоит слева в тех случаях когда мне не хочется вышивать большую работу я вышиваю маленькие для этого у меня есть очень классный поднос сейчас его покажу так ну давайте покажу вам поднос языке деревянный обычный на самом деле он необычно красивый с моей точки зрения но по сути это просто деревянный поднос вы такие в каком-нибудь азии купите просто пачку здесь же подставочка под планшет но аналогов тоже куча таких они конкретно я покупаю в икее собственно на письменном столе хранится это вот так стоит этот поднос практически пустой может на нем лежать ножнички например ну и сейчас вот этот набор живет потому что я не хочу превью вырезать но где-то она мне должна хранится и здесь конечно планшет и отдельно на полочке я сейчас покажу где и как отдельно стоит этот конверт с моими проектами текущими вышивальными помимо большого то есть я теперь себя ограничила что у меня все должно влезать сюда очень хороший конверт мастер его ее зовут татьяна у него тоже свой youtube канал ссылочку я оставлю она делает конверты для вышивки на продажу и сделала сборную солянку вот такой просто мешочком я у нее купил с большой радостью для меня он идеальный хотя на вроде как не собиралась продавать но мне нравится что у меня в нем живет в основной часть здесь два отделения основная часть в ней лежит непосредственно проекты и материалы ну вот я достану то что касается проекта и здесь часть со схемами видите и ну да схемой и пластиковая канва потому что такая размером со схему а здесь лежат нитки и материалы ножнички у меня остаются на столе я на подносе я в любой момент готова сесть и начать работать над какой-то работой для того чтобы мне не терялись мелкие фетровые детали я их складываю то есть вот для того чтобы начать вышивать фетр мне надо просто открыть вот этот конверт и вот достать кулек вот такой все понятно у меня вот здесь все вот где-то вот все погнали то есть процессу приступила то же самое касается и вышивки на канве ну и конечно же такой ой такой да я вот пробую очень активно сейчас сюда вот я еще надо ставлю телефон если я хочу посмотреть не только на сагу но и на каком-нибудь видео или в основном я аудиокниги слушаю сейчас но тем не менее но все это можно убрать и сейчас я сделаю еще одно включение и покажу вам как у меня все обустроено на самой полке всем привет это софья сейчас я вам снимаю вид из своего кресла рабочего получается извините за ночное освещение вообще-то у нас день показываю окошко но у нас такой день что без моей замечательной чудо без теневой лампы никуда не деться ну и собственно вот что у нас здесь поднос мы его сейчас очень подробно рассмотрели на нем лежит планшет ножнички и и конверт до этому подробно рассмотрели сейчас я телефон секундочку положу уберу это все чтобы было наглядно остальное так у нас будет посветлее и нагляднее на камеру у задней стенке полки лежат эти залежи надежды я их называю это те наборчики мелхил которые мне вот хочется в ближайшее время начать вот это лежит картоночка которую я использую при оформлении фетра то есть тут ничего случайного не лежит вот эту игрушку мне надо отремонтировать очень старая сделала где-то когда году 2004 ее иголки здесь вообще все иголки которыми я пользуюсь вообще все что я могу захотеть использовать лежит здесь мусорничка мусорничка для сухого мусора конверт конверт внимательно рассматривали наверху вот этого комодика для хранения хранится схема дизайна который я вот сейчас вышиваю большого и мелхил карта здесь слева выдвижном трее повязки для волос ножницы и всякие разные маркеры и карандашки которые мне подходят а ящички вот здесь текущие ну в общем проекта бобинки вот это все которые я использую в действующем проекте ниточки они здесь хранятся если я соберусь и вышивать их выложу к себе на станок чтобы сюда не лазить когда я закончу вышивать какой-то ниткой я брошу сюда и утром когда приду вечером я обычно просто так задвигаю ящик и ухожу извините утром я начинаю с того что здесь на уже порядок и раскладывайте бобинки на место что тут еще лежит еще тут лежит возгляните очень активно ими пользуюсь всем советую я его из этой коробочки выколуповую скатывают такую штуку но в целом новые коробочки сейчас вышли они более удобные нитковдеватель он здесь лежит для того чтобы для маленьких проектов потому что то что для больших проектов он лежит на станке обратите внимание новогодняя коллекция то у кары скоро поменяю на весеннюю ножнички для фетра и для вышивки здесь может быть их несколько распарыватель я его храню в этом ящике в основном потому что может понадобиться как для станка так и для маленьких проектов то же самое справедливый для пассатиж но металлик там лежит нитка для разметки это специальная клей текстильный для оформления запасная бобинка металлика все то есть я могу в течение одной секунды ящику так открыть закрыть и у меня рабочий процесс значит убирается все детей мужей и самое главное это не открытое хранение то есть она не пылится если у вас есть какие-то вопросы пишите звоните всем привет